Не надо обвинять Россию или каких-то экспертов в том, что они там размахивают ядерным оружием. Я не знаю ни одной миролюбивой империи крови нашей. А попробуйте его убрать из НАТО, он же Босфор перекроет и всё. Привет, друзья, я Григорий Герман. Сегодня, ребят, мы начнём наш топ-5 лучших перлов российской пропаганды на этой неделе с осознания печального факта. Российская культура, которая подарила миру такие великие клоунские имена, как Леонид Янгибаров, Олег Попов, Юрий Никулин, Слава Полунин и многие-многие другие, пала вниз, как пьяная акробата и пробила не только манеж, но и подманежное помещение, уйдя в песок на пару километров. Потому что нынче в России великих клоунов сменили клоуны российской пропаганды. И вправду, кто будет ходить в цирк, когда можно просто включить телевизор и вуаля, весь вечер на арене, например, гибрид зверя и дрессировщика в одном флаконе, Соловьёв. Или клоун Попов, но не Олег Попов здорового человека, а Попов курильщика. Куклачёва с котами сменила Симоньян с бобрами и так далее и тому подобное. Но сегодня мы остановимся именно на клоунской братии, потому что, в отличие от прочих цирковых амплуа, эта группа артистов Останкинского цирка самая многочисленная, и все пропагандисты время от времени работают в стиле пропагандистской клоунады. Итак, сегодня серьёзный клоун Гиггин с миниатюрой «На воре шапка горит», Попов курильщика с пантомимой «Это не я, это они», Тувинский фанерный клоун, клоун-гном, вот прям настоящий, из горы, выступает без грима, и, наконец, грустный клоун, настоящий полковник, которому сказали, что если он будет грустить, его лишь от премии. Комментировать всю эту пропагандистскую клоунаду мы будем вместе с Александром Мусиенко, и всё вместе это... Лучшая пропагандистская пятёрка! Поехали! На пятом месте нашего хит-парада пропаганд клоунов белорусский клоун Вадик Гиггин. Правда, в Белоруссии он выступает намного реже, чем в России, и этому есть вполне логичное объяснение. Точнее, два объяснения. Первое. В самой Белоруссии есть место только для одного клоуна. У них там прям как в клане Маклаудов должен остаться только один. Ну вот один и остался. Усатый клоун, картопляж, а все прочие, ну типа эксцентричного подзаборного шизоида Озарёнка, или вот этого Гигина, они вынуждены при картопляже играть вторую, а то и третью роль. Ну а вторая причина, и это на самом деле главная причина, в России платят намного больше, чем в Белоруссии. Вадик Гиггин является известным мастером клоунского жанра на серьёзных щах. Это когда клоун с совершенно серьёзным, можно сказать, каменноугольным выражением лица несёт такую околесицу, что у людей с минимальным уровнем критического мышления она вызывает гомерический хохот. Ну вот такой вот Бастер Китон. О, Бастер Китон на минималках. Выглаженный костюм, серьёзная мина и при этом несётся на велосипеде манипуляций на перерез паровозу «Правды». Правда, Бастер Китон успевал, а вот Вадик Гигин, как дешёвая белорусская подделка, не успевает. Мы здраво оцениваем ситуацию. Ближневосточный конфликт – это далеко не последний конфликт. Это первый момент и вторая угроза. Знаете, не надо обвинять Россию или каких-то экспертов в том, что они там размахивают ядерным оружием. Ядерное оружие расползлось по миру. И сейчас слишком много конфликтов, и не только ближневосточный, где оно может быть применено. И это результат полной безответственности, прежде всего, Соединённых Штатов, которые последние лет 30-40 несут абсолютную, тотальную ответственность за всё, что происходит в мире. Я вот как-то не пойму. Опять же таки, вот я всё время говорю о том, что куда смотрит ФСБ. Мы каждую с тобой программу обсуждаем и просим ФСБ обратить внимание на пропаганду антироссийскую, которая льётся, тем более против федеральных властей, с эфиров, федеральных каналов. Ну, во-первых, я не могу не зацепиться за фразу, за то, что Соединённые Штаты несут ответственность за то, что происходит в мире. А где же место России тогда? А Россия, за что же она? Она же великая, она же претендует на роль многополярного мира. Значит, они же претендуют на роль великих, с которыми необходимо разговаривать. Так что же получается, что даже эксперты на федеральных каналах признают, что роль России вообще незначительная в мировых процессах, и никто на них не обращает внимания. И это правда. И исходя... Почему? Потому что если бы Россия могла конкурировать с США, либо с другими странами, а привлекательностью способа жизни, если бы у них появился свой Голливуд хороший, например, если бы у них появились ценности, которые людям интересны, которые разделяют, она имела механизмы мягкой силы, а не о том, значит, чтобы как это... Мягкая сила — это ведь не запретить Хэллоуин и переименовать его в Тыквенный Спас. Да, да. То есть это совсем другое. То есть если людям это... Вот правильную мягкую силу, у них этого нету. Значит, православие, самодержавие, народ. Единственная вся их софт-пауэр, вот эта мягкая сила. И вот с этим всем никто не хочет жить, никто это не воспринимает. Поэтому, конечно. Поэтому что делает Россия? Надо накапостить. Надо обратить на себя внимание, как хулиган в подворотне. Ты со мной не хочешь разговаривать? Я у тебя сигарету... А ты не куришь. Ну, я тебе сейчас покажу. Ты же на меня обрати внимание так, чтобы ты закурил, значит, и так далее. А ты его вообще трогать не хотелось, и десятой дорогой обойти, и спокойно себе шел, куда ты шел. Нет. Вот мы сейчас... Вот и вот это нахамить Западу, на пакостить, и потом сказать, обратите на нас внимание. Но что самое главное? Что при этом всем делается все, чтобы понравиться Америке. И чтобы продемонстрировать, что с нами разговариваете. Мы же вот такие, без нас невозможно. А теперь следующий момент. Когда мы говорим о ядерной безопасности. Но я хочу напомнить. Вот товарищ говорит о США. А Россия не брала обязательства, согласно Будапештского меморандума, не нападать на территорию Украины, а взамен того, что Украина отдала свой ядерный арсенал. Большинство из которых пошло в Россию. Так вот у меня вопрос. А вы не давали? Давали. Так почему вы нарушаете США тут причем? Что США на Украину напала? Да. Россия же напала. Так вы же нарушаете. Это же ваши проблемы и ваша ответственность в первую очередь. Следующий момент. Когда идут намеки, что ядерное оружие расползлось по миру. Вот у меня есть серьезные подозрения в том, что это произошло не без помощи России. Особенно Ирану, например. Слушай, так подожди. Россия, например, они же официально. Но кто за последние 20 лет размещал ядерное оружие на территории сопредельного или другого государства? Да. Официально. Кто? Назовите эту страну. Ра, пада-бада-бапа-паси, 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 пада-бада-бапа-паси. Все. Ну, никто. Польша, точнее, Соединенные Штаты в Польше не размещали ядерное оружие. Великая Британия где-то размещала ядерное оружие? Нет. Китай где-то размещал свое ядерное оружие на территории сопредельного государства? Нет. Так кто распространяет? Россия. Все? Конечно. Очень просто. И это мы, опять же таки, не говорим о ядерных технологиях, потому что мы не знаем сейчас, на данный момент, нет достоверных данных, что там вообще с Ираном происходит. А я, так вот я, моя оценка ситуации, субъективное мнение, что осторожные действия США в регионе и по отношению Ирана могут быть связаны с тем, что у США есть подозрение того, что у Ирана может уже быть ядерная боеголовка. И кто помог им создать взамен на поставки шахедов артиллерийских и танковых снарядов? Ответ на поверхности. Поэтому, как говорят, на аварии шапка горит. Когда говорят о расползании, так кто это расползание стимулирует? И кто, подождите, а кто сейчас отозвал ратификацию договора о запрете ядерных испытаний? Китай и США ведут переговоры, вот у них встречу они назначили, о том, чтобы договориться о мониторинге ядерных арсеналов. Ну, начался переговорный процесс. Да, да. Россия не хочет в этом участвовать? Единственная страна, слушай, ведь все страны, которые сейчас имеют ядерное оружие, они, насколько я помню, ну, кроме Северной Кореи, они входят в этот договор о неиспытании ядерного оружия. Индия, Пакистан, ну, все. Да. И только Россия выходит. И это безответственно по отношению, во-первых, граждан России, потому что эти испытания, где они будут проходить, а это ядерные загрязнения и все. Во-вторых, это безответственно по отношению, они же говорят о планетарных масштабах, так это к планетарным масштабам, это загрязняет экологию, окружающую среду, очень серьезно. И это провокация накаленности ситуации в мире по безопасности, это пути к эскалации, это не пути на, значит, на, это не движение по путям мира. Вот поэтому, пускай на себя в зеркало чаще смотрят. На четвертом месте нашего топа российских пропагандонских клоунов Попов. История цирка знает двух клоунов Поповых. Попов здорового человека, Олег Попов величайший клоун, величайший человек, который нес в мир разумное, доброе, вечное. И клоун Попов курильщика, который несет в мир околесицу. Олег Попов делал мир лучше, Женя Попов делает мир хуже, наполняя его ненавистью, ложью, манипуляцией и словесной диареей. Смешно, что при этом он пытается быть похожим на журналиста, в этом-то и заключается комический эффект. Ну вот смотрите сами. Если бы в момент, когда он тянет телегу о том, что антисемитские погромы в краю высоких гор и низких приор организовал Киев, Попов был одет вот в кружавчатый воротник, я его хитрую рожу украшал такой, красный нос, это было бы не настолько смешно, как сейчас. Это было бы более правдиво и достоверно, но точно не смешнее. В российском МИДе прямо заявляют, ключевую роль в инциденте в аэропорту Махачкалы сыграл киевский режим. Мария Захарова подчеркивает, что это была провокация, которая направлена на подрыв единства России. Вообще вот чем больше они подобных телег произносят, тем теплее становится у меня на душе. Потому что вот я каждый раз думаю, блин, какие же мы все-таки всесильные и всемогущие. Вот взять и поджечь регион легко, сказал Буданов. Я первый, сказал Малюк, взяли и подожгли, прямо заставили бородатых борцов на низких приорах взять и искать евреев в Махачкалинском аэропорту. Какие мы, какие мы мощные. Ну это же, ну правильно, а что, а как, тут это получается, что сказать правду? Ну кто же правду скажет, да? Это что, получается выйти и сказать, слушайте, ну вы знаете, мы хотим напомнить, что мы поддерживаем Хамас. Я имею в виду, что Хамас мы поддерживаем, это федеральные власти российские. Кому делегация приезжала, с кем встречалась, не считают террористической организацией Хамас. Это первое. Во-вторых, я хочу напомнить, а кто препятствовал и почему раввины уезжали из России? Другие страны еще в начале полномасштабного вторжения. Те, которые осуждали полномасштабное вторжение российских войск в Украину и призвали прекратить войну. Против них были репрессии. Кто в судебном порядке запрещал деятельность израильского агентства «Сохнут», которое ответственно за эмиграцию и репатриацию? Это же российские власти все делали. Кто информационно освещал события таким образом, чтобы обвинить Израиль во всех бедах? Это же тоже факт. Это ведь тоже все, что происходило. Кто накалял страсти и заявлял о том, что Израиль и США поддерживают беспорядки и так далее? Где это все показывалось? По каким каналам и чьим? Ну так вот, поэтому я считаю, что как раз волну антисемитизма, из-за того, что это было проведено, наверное, ни один товарищ из Кремля и ФСБшник уже давно должен был быть медаль получить, если бы такая цель стояла. Потому что это их рук дело. Это они привели к тому, что произошло. Это они привели к тому, что начался вот этот виток насилия, который происходил в Махачкале. Это безобразие. Так против кого? Против граждан России, которые возвращались. Против своих же. Это что? Что? Кто-то думает, что массово жители Израиля сейчас едут в Хасаверт, в Махачкалу, пересиживают там, где их вот так вот встречают как-то, кому это надо? Где на них толпа вот это вот нападает, готова разорвать, и это все делается. Взяли несчастного гражданина Узбекистана, поставили, значит, снимают это все. Он показывает узбекский паспорт, не верят. Ну что это? Ну так вот, это всплеск насилия, ксенофобии, расизма, антисемитизма. То, что продуцировалось в российском информационном пространстве. Когда Путин говорит, что я русский, и там, значит, все национальности, это лукавство. Потому что в их понимании они наследуют фашистскую идеологию, на самом деле, которая... А что такое эта идеология? Это идеология непринятия иной национальности, расовой группы, иной политической точки зрения, либо любой точки зрения, не только политической, но просто любой точки зрения на события, на то, на что имеют право граждане в нормальных странах. Независимо от цвета кожи, независимо от происхождения и так далее. В России это же не приветствуется. Поэтому вот это все последствия. Это последствия ксенофобии, разжигания межнациональной розни, которые систематически происходят в России. Они есть на бытовом уровне. А что, нету такого, а где, откуда это пошло? Во-первых, со стороны москвичей и иных по поводу выходцев из Кавказа. Во-вторых, к другим, к третьим группам и так далее. Это что за, скажем так, высказывание? Это все проявление ненависти, нетерпимости. Вот это все проявление фашизма. И вот это как раз последствия. И Украина тут как раз совершенно ни при чем. Вот такие деноцификаторы, в кавычках, хотят деноцифицировать страну, в которой на самом деле и близко такого нет. И подтверждение этому, что посол Израиля в Украине, Бродский, назвал Украину самой произраильской страной Европы, кстати. И как бы парадоксально это ни звучало, уже не помню от кого, ни от официальных лиц, было еще определение, что Украина сейчас для евреев самая безопасная страна Европы, несмотря на обстрелы. Потому что, по большому счету, Украина одна из очень немногих стран в Европе, где не было никаких антиеврейских и пропалестинских, про-хамасовских выступлений, хотя бы более или менее массовых. А была только поддержка. Была только поддержка Израиля. Совершенно верно. И опять же, я полностью подписываюсь под каждым твоим словом, что ответственность на самом деле за эти выступления лежит в первую очередь на российской власти, которая тихонько в течение всех последних 30 лет, а до этого в течение 70 лет, проповедовала такой ползучий антисемитизм, который, знаешь, на уровне того, что ну вот в лесу пахнет сосной, а в России всегда есть такой мелкий, гаденький бытовой антисемитизмик. Типа, знаешь, не, ну они же евреи, понятное дело, конечно. Вот это вот антисемитизм, вот это вот он и есть. Да, какая у нее фамилия? А, ну понятно, русский. Вот это вот антисемитизм, по большому счету. И когда спрашивают, и когда утверждают, что евреи должны управлять российским государством, это тоже антисемитизм. Да, потому что, условно говоря, любым государством должны управлять достойные люди, а не представители тех или иных национальностей. И плюс две недели жесткого, абсолютно пропагандистского трэша. Когда семьян плачет о детях в Газе, да, и показывает, все это смакуется, все это рассказывается, и четко абсолютно указывается, а кто в этом виноват. Израиль в этом виноват. Вот вы получили в результате Махачкалу. Да. На третьем месте нашего рейтинга не просто какой-то там клоун погорелого цирка, а можно сказать, основатель династии тывинских клоунов. И поклонники классического циркового искусства, ребят, можете сколько угодно утверждать, что основателем тывинского цирка является Владимир Базыл Олович Оскал Ола. Кто из вас знает это имя и эту фамилию? Ну вот, признайтесь, да? А вот имя великого тывинского клоуна Сергея Кужегетовича Шойгу знает весь мир. Этот гений клоунада обладает широким кругозором и неувядающей фантазией. Сердца всего мира покорили его монументальные массовые клоунады, «Взятие фанерного рейхстага» или «Танковый биатлон», как, впрочем, и его сольные камерные номера «Все идет по плану» и «Тысячи леопардов». Будучи не только гениальным клоуном, но и гениальным организатором, Кужегетович дал путевку в цирковую жизнь другим талантам. Например, вытащил из подвалов и душных кабинетов Министерства нападения РФ Канашенкова. Смотри, какой прекрасный клоун получился. Да что уж, даже сам Путин иногда пользуется репризами Шойгу. Правда, цифры иногда путает, но от этого становится еще смешнее. Так что такая вот парадоксальная ситуация. Цирка в Тыве нет, в прямом смысле, на всю Тыву нет ни одного здания цирка или постоянной цирковой труппы. А клоун всероссийского и даже международного масштаба есть. США и НАТО продолжают всерьез рассчитывать на то, что им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли сопротивления. Однако ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности этих планов. Только 4 июня, то есть сначала широко разрекламированный и щедро спонсируемый на Западом украинского контрнаступления, их потерял свыше 90 тысяч военнослужащих, убитыми и раненными. Около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов. Российские вооруженные силы продолжают методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивая безопасность мирных жителей. Вот скупая мужская слеза катится по моей небритой щеке. Нам бы 600 западных танков! А я вот, ты знаешь, я вот, ну это понятно, это мифотворчество, сказки, которые, но на кому они рассчитаны? Они же рассчитаны только на внутрироссийскую аудиторию, исключительно. Нигде больше никто не поверит, многие высмеют. Ну как вот, как это вот, приехать, значит, на фронт, сказать, боевые потери, значит, 24 самолета сбили за 5 дней, за 4. А потом вот тут выступать и сказать, сколько он озвучил? 37, по-моему. Да, да, да. Это так, это по 2 самолета в день, вот так вот клепают. Откуда Украина в таких количествах, если еще в 2022 году говорили, что украинская авиация практически уничтожена? Да, да. И в 16-х мы еще не получали, об этом известно. Мы только ожидаем, что они будут. Откуда это такое? Может быть, перелетные птицы учитываются, несчастные, которые пострадали. Да. Которые пострадали, значит, вот, и которых они ловят, вылавливают, значит, с попутным, не попутным ветром и так далее. И вот они считают их. Я по-другому не объясню. Сколько сегодня будем рисовать, Эдя? Сколько сегодня будем рисовать? Да, именно так и происходит. 24, подожди. Да. 25. Есть, давай. Именно так и происходит. Именно вот это и происходит. Так теперь, другая сторона медали, кстати. О чем это говорит? Вот те, кто там радуется, значит, нам взял, да, Путин, значит, мы Россия. Значит, это свидетельствует о том, что путинский режим слаб. Именно Путин слаб. Очень сильно. Потому что Шойгу у него под носом ведет свою пиар-компанию с прицелом на то, чтобы в будущем попытаться занять кресло президента. Сместил Путина в другим способом, отстранив его от власти. Но никто не будет, кстати, ждать его кончины, я думаю. Все. То есть физическое, конечно. Я думаю, что он уже серьезно нездоров и слаб. Индикаторов этому много. Потому что идет склоки, вот эти вот борьба внутри, значит, разных кланов. И она, и Шойгу очень активно пиарится. Вот, обрати внимание, какое событие не происходит, резонансное, нерезонансное, на авансцене по телеку Шойгу? Ну, в принципе, да, смотри, он в последнее время очень-очень оживился. Да, в особенности вот с комментариями по поводу того, каким не удачу было украинское контрнаступление, он очень-очень. Очень-очень оживился. И что-то, какое-то, значит, какое-то событие, он где-то поехал на завод, значит, ВПК российского. Что-то где-то происходит, он еще тут, он еще тут. Понятно, что это все бред. Он сам понимает, что он несет чушь. Реально. Вот он же, это же чушь, он понимает, что это все нарисованное. Но он же думает, что лопухи вот эти, которые это все слушают по телевизору, они понимают. Боже, да, 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 молодцы, молодцы. Так Шойгу же вот зря на него Пригожин так бочку катил. Он же на самом деле такой молодец, оказывается. Да. Ну вот, собственно говоря, поэтому я с этой точки зрения еще смотрю с интересом, что это будет сейчас непременно увеличивать внутриклановую борьбу России, потому что она у них есть и будет достаточно происходить. И, как мне кажется, есть шанс на то, что будет ослабление центральной вертикали непременно. Ну и вообще, на самом деле, видишь, то те цифры, которые они начинают озвучивать, и те цифры, которые озвучивает Путин, говорит о том, что, наверное, скорее всего, Шойгу снова допущен к кровати, да, утром, когда он нежным зелеем поливает путинские уши. И информацию о том, сколько уничтожено на самом деле, да, вот, мы тут уничтожили столько-то самолетов. Это говорит о том, что Шойгу снова, ну, как минимум, если он был в какой-то опале, да, после Херсона, а после Харькова, после бахнута страшного для российской армии, он сейчас возвращается к своим позициям рассказывать о Путине, что происходит на франте. Да, да, конечно. И это хорошо, потому что в начале полномасштабного вторжения именно он рассказывал, что взято, что уничтожено, и что Украина сейчас будет сдаваться. Если этот человек снова появляется, значит, наши шансы увеличиваются. Кстати, он же появлялся на одном из направлений, Южно-Донецком, да, говорилось? Да. Он до этого как-то тоже появлялся на Углидарском. Углидар тогда российские войска не смогли взять. И тут не смогут, я думаю, не фартовый он на фронте появляться непосредственно. На втором месте нашего рейтинга клоунов российской пропаганды представитель древнего и уважаемого народа. Геворг Мирзаян. Многие подумают, что я вот сейчас говорю об армянах, как о древнем и уважаемом народе. Но нет, поверьте, немного наблюдений, и вы тоже убедитесь в том, что, к сожалению, армяне, попадающие в московскую пропагандистскую тусовку, перестают быть армянами и совершенно немыслимым образом превращаются в гномов. Независимо от реального роста. Симоньян, Мирзаян, Кеосаян. Примеров хватает. Так вот, когда древний народ гномов из мглистых гор переселился в Белериант, некоторые роды не остановились в своем движении и попали аж в Ташкент. Где и родился наш гном-клоун по фамилии Мирзаян. Слышится как «и», читается как «е». Как известно, потолки, ну, гномы разделены на семь кланов. Длиннобороды, огнебороды, широкозады, жестокобороды, черновласы, камненоги и железноруки. По-моему, я где-то прочитался, но неважно. Так вот, судя по внешним признакам и отсутствию растительности на лице, Мирзаян происходит как раз из клана широкозадов. Впрочем, может быть, и из клана черновласов, а бороду ему обрили в наказание за ложи манипуляции. Кстати, нормальная версия, между прочим. Ведь он и сейчас постоянно врет и манипулирует. Что для него, как для клоуна, наверное, скорее плюс. Комическая внешность. Врет, как Мерин, крикливый, как торговец на базаре. На втором месте нашего рейтинга. Мы должны это, как империя, как бы сказать, навязывать, что ли, всему миру. Нет, мы предлагаем нашу идею. Предлагаем, но... Кто хочет, тот принимает. То есть мы такая миролюбивая империя. А империя не обязательно экспансивная, которая хочет всех заболевать. Нет, я просто пытаюсь, чтобы вы здесь... Еще раз, империя у нас просто нехорошая. Понимаете, у нас есть словосочетание имперские амбиции. И это якобы что-то агрессивное. Потому что, Георгий Полич, я не знаю ни одной миролюбивой империи, крови нашей. Люблю экспертов. Да, но сами себе противоречат, потому что империи, империи не всегда могут быть агрессивными. Значит, имперские амбиции. А какие, значит, ну, скажем так, амбиции имперские, но не империя. Ну, возможно, комплекс Наполеона, как говорят. Миролюбивые имперские амбиции. Вот, собственно говоря, ну это же взаимоисключающие понятия. Но это вообще свидетельствует о уровне шизофрении реально, которая прогрессирует. Я этого такого расстройства... Почему я говорю о биполярном расстройстве? Потому что здесь оно налицо. Ведь нельзя говорить о имперских амбициях, не будучи империей, а желая стать империей. Ну, вот, желаете, да, желаете стать империей. Хорошо. А при этом мы уже мягкую силу говорили, что нету никакой. В России можно только грубой силой, физической агрессией и все. И говорить о том, что это нормально. Это не агрессивные амбиции. Хорошо. Империя может подчинять. Не то, что подчинять, а продемонстрировать способ жизни, по которому ты хочешь жить. Вот как действовала... Как действует система? Вот действует система, да... Мир-то, может быть, давно забыл о Римской империи. Но римское право в Европе живет. В принципе, да, потому что что-то было дано. Америка. Кто-то называет империей, да, гегемон, да, мировой лидер. Да, заслужили, но они же предлагают что-то, что, скажем, привлекает. Они не захватывают территории. Они не приходят в Европу с войной. Тут совсем иное. И тут реально агрессивные как раз намерения и амбиции. Поэтому правильно говорить именно так. И не скрывать того, что происходит. А то заниматься вот этим, значит, лукавством и словоблудием, попытаться сманипулировать, обмануть. Вот это абсолютно не замечать реалистичные вещи, реальную картину. Да скажите вы четко. Ну, Сурков четко писал для Путина еще когда. Нам необходимо империи расширяться. Да. Ну, уже любая империя расширяется. Кто вот эти, кто вот эти там кликучи, которые кричат по сравнению с Сурковым? На перевоспитание их к нему отправить, пускай там, значит, почитают. Человека, который, кстати, один из идеологов Путина все-таки. Был раньше. А почему был? А почему был? Потому что не боялся назвать реальные вещи. То, что нужно. То, что нужно путинскому режиму. Агрессивная война и имперские амбиции. Да. А вот эти все, которые предлагают как-то это все завуалировать, они даже там наверху в Кремле неинтересны. Имперские амбиции всегда предполагают расширение силы. Это всегда экспансия. Абсолютно всегда. Почему? Соединенные Штаты не являются империей. Не только потому, что в Соединенных Штатах далеко не один человек бесконечно сидит у власти. Нет ни царя, ни императора. А еще и потому, что Соединенные Штаты, как ты правильно сказал, продают образ жизни. Они продают образ жизни. Они предлагают. Вот смотрите. Вот наш образ жизни. И вот смотрите, какие у нас преимущества. Вот улицы, вот хай-тек, вот богатство, вот демократия. А все это потому, что у нас демократия. Россия никогда такого ничего не придумывала. То, что они придумали, никому не нравится. Это нравится элитам, потому что элиты могут воровать бесконечно. Это не нравится народу, который при первой же возможности пытается эти элиты сбросить продавшиеся. Поэтому Россия расширяется единственным возможным для нее способом. Силой оружия. Все. Да. Зачем при этом скрывать, зачем при этом пытаться сделать хорошую мину при плохой игре, я, честно говоря, не понимаю. Потому что мне кажется, что даже ура-патриоты, на которых работает подобное заявление, они наоборот. У них чем брутальнее кровавая империя, чем больше у нее когти окровавленные, чем желтее у нее зубы, тем для ура-патриота российского это империя. Да. Ну и наконец, на первом почетном месте, на вершине нашего рейтинга лучших клоунов российской пропаганды на этой неделе, грустный клоун Ходоренок. И на самом деле грустная история о том, как грустный клоун пытался сменить амплуа и превратился в радостного идиота. Смотрите, в чем соль. В России на арене пропагандистского цирка полно радостных идиотов, которых в России почему-то называют экспертами. Тех самых, которые одной левой брали в Варшаву за три дня и две салфетки, а одной правой в то же время швырялись посейдонами по Вашингтону. Но, но среди них всегда был грустный клоун, который играл роль контраста. На фоне победных криков и оров про ламанши сапоги русского солдата, он тихо нудил про Хаймарса, атака МСФ-16, его все студии переубеждали, радостно скакали вокруг него и размахивали ядерными бомбами и силами русского солдата. Но, в какой-то момент, Карабас и Барабас и всей этой пропагандонской богадельни заметили, что побед русского оружия и так не хватает, чтобы какой-то Ходоренок еще и добавлял кислоты в этот коктейль победобесия. И грустному клоуну намекнули. Ну или, наверное, прямо сказали, что хоррэ, все, завязываем, не надо тревожить патриота сомнениями, вливайся или увольняйся. Так что теперь Ходоренок рассказывает довольным урчащим патриотам на диванах, как сложно живется проклятой НАТИ. Как мне представляется, наверное, все-таки лучшие умы НАТО должны засесть в Брюсселе, в Монсе в ближайшее время и разработать, и быть озабочены вопросом не принятия новых членов в НАТО, а исключение из НАТО существующих членов, поскольку процедура эта не разработана. А вполне возможно, что вот турецкое руководство, оно же претендует на и отцов всего мусульманского движения, и рассматривать себя в качестве возможного возрождения Османской империи. Поэтому лидерам НАТО все-таки надо этот вопрос задать. С вашими интересами это как-то согласуется? А попробуйте его убрать из НАТО, он же Босфор перекроет и все. А что если согласуется создание Османской империи, которая будет включать в себя все Закавказье, а возможно и Кавказ? А что если предусматривается? А вы не думали, а что если НАТО одобряет проект Великого Турана, тюркоязычных народов и проект Эрдогана? А что если да? А почему вы отказываетесь об этом думать? А что если да? Вы думаете, Эрдоган, прагматичный политик, не ужился бы с позиции независимого Израиля? Ужился бы. Конечно. Или вы думаете, что НАТО будет реагировать и скажет, нет, не надо, вот, ну так хорошо, так у вас же на глазах сближение Турции и Азербайджана, вы этого не видите? Что НАТО сделало, что же как-то нет? У вас на глазах сейчас вопрос интеграции Армении и выхода из ОДКБ, они говорят, выхода, вот, не разработан. Так у вас ОДКБ из ОДКБ Армения уйдет. Она уйдет на Запад. Она непременно. Ереван договорится с Анкарой, вопреки всем недоразумениям, которые были, и исторической памяти, к сожалению, очень сложные отношения мы знаем. Почему? Потому что и Запад скажет, договоритесь, потому что это НАТО, потому что необходимо какое-то единство. Все. И вы теряете влияние на Кавказе, на Ближний Восток, товарищи. А почему думаете, что это не рабочий план? Ну, может быть, это как раз так и запланировано. И НАТО просто играет роль в Брюсселе. Вы говорите о том, что это плохо. Это вы хотите думать, что было плохо. Но я всегда говорил, я до полномасштабного вторжения и раньше говорил, не надо. Не начинайте. Не открывайте этот ящик Пандора. Потому что будет больно вам. Вы же сами создадите прецедент, по которому потом пожмете плоды. И сейчас получайте. И да, да, Турция будет действовать. Да, Эрдоган будет действовать так, как он действует. То, что вы там получите какие-то подачки, ввиду того, что ваши авиаперевозки будут и так далее. Ну, так вы уступите гораздо больше. За это же причем. За это же. За это же вы уступите и отдадите гораздо больше. И да, проект Османской империи, да. Вот потому что почему? Потому что, во-первых, последовательность поддержки партнеров и союзников, которую демонстрирует Турция. В отличие от российских товарищей. Раз. Во-вторых, привлекательность. Условия экономика растущая, которая дает шансы, перспективы. В-третьих, вопреки всему отсутствие имперской, скажем так, какой-то агрессивной. То есть они все-таки хотят быть интересными с помощью мягкой силы. Ну, это интересно. То есть каких-то культурных центров, вопросов и так далее. Они же не заставляют кого-то сейчас силой. Они же не говорят, что мы дадим сейчас террористам Хамаса военный флот. Которые что-то... Нет. Да, у них есть такая позиция. Да, они, к сожалению... Я понимаю, почему Эрдоган это делает. Он хочет по политическим мотивам стать лидером мусульманского мира. Да. С точки зрения лидерства. Ну да. Смотри, а ты произнеси это, да? Руководитель страны НАТО, лидер мусульманского мира. И, кстати, и он последовательный в этом. Это же не то, что его позиция в отношении Израиля как-то взяла кардинально изменилась. Нет. Но более того, это даже... Все-таки нормализовались были израильско-турецкие отношения. Сейчас, понятно, они в кризисе. Но посмотрим, как будет дальше. Но это другой вопрос. Так вот, да. Так вот, да, товарищи кремлевские. Именно это и предусматривается. Вы почитайте истории, что было во время Крымской войны. И кому на выручку и на помощь пришли западные союзники. Отнюдь Российской империи. И кому Англия поставляла Британская империя оружие. Каким народом, где эти народы находились на Кавказе. Так вот, то, что было, то и будет. И в этом случае. Вот и все. Поэтому, да, будет вам под носом еще и пан-тюркизм. Вот вам еще один кризис. Хотели, ну так получайте. И не надо там уповать на Брюссель. На Москву. Где там столица сейчас ОДКБ? Объясните Армении, почему не поддержали ее в кризисный момент. Пашинян два раза просил. Ничего не дали. Ну все. Казахстану Макрон предлагает радиолокационные станции. А да, они уже начинают контакты по поводу того, чтобы там Франция поставляла оружие Казахстану, члену ОДКБ и так далее. Да, конечно. Лед трогал, господа присяжные заседатели. А если и говорить о какой-то стране, которая рискует вылететь из НАТО по разработанной специально для этого процедуре, то это скорее Орбан, который тут же моментально, да, который пытается сейчас разрушать и шатать основы и Евросоюза, и НАТО. И он как раз является претендентом на абсолютно безболезненную порку и в рамках ЕС, и в рамках НАТО. Да. И, кстати, под угрозой выхода из НАТО и под угрозой того, что его выгонят из ЕС, я думаю, что Орбан поменяет всю свою риторику, антиукраинскую, антиевропейскую, а и антинатовскую, и пророссийскую, насчет РА, в смысле, уже поменял, да? Я думаю, что на 100%. Я думаю, что 100% так и будет. Поменяет непременно. Да. И на этой оптимистичной ноте, позвольте откланяться, униформисты протирают манеж пропагандонского цирка от слюней и соплей, клоуны за кулисами прямо на ящике фокусника разливают посудки и нарезают московскую колбаску. Между прочим, я где-то когда-то читал, что из всех цирковых профессий клоуны всегда были наиболее пьющими, потому что философский склад ума и желание нести радость сталкивались с несправедливостью и несовершенством этого мира. Вот я уверен, что у пропагандонских клоунов уровень потребления алкоголя или каких-то там иных веществ, примеряющих их с окружающим миром, тоже очень высок. Потому что кроме того, что они лгут и знают, что лгут, они еще и довольно четко представляют себе свое будущее. Разъяренную толпу обманутых россиян или конвой, ведущих их в камеру охранников. Строки обвинительного приговора или краткие строки некролога. И нет, их совершенно не жалко. Ибо от каждого по умению и каждому по заслугам. А их заслуга в том, что нынче происходит и в России, и в Украине. Огромно. Такие вот клоуны-убийцы. До следующей недели и следующего топа лучшая пропагандистская пятерка.